Так, здрасте, уважаемая публика, у нас в гостях Григорий Александрович Лебергал, он вообще говоря, одна из двух составляющих Московского кинофестиваля, да? Вот обычно вот в Ютубе, не в Ютубе, а в Википедии, там где кинофестиваль московский, там, значит, две фигуры, значит, вы и Михалков, да? Ничего подобного. Там на фотографиях так. На документальном фестивале две фигуры, почему? Ну, Сергей Мирошниченко и я, а на самом деле нас там значительно больше. Ну, я понимаю. Если чем-то можно гордиться, то тем, что у нас на документальной программе, вот эта команда, которая сложилась за последние, да, уже 12 лет, а по моему скромному разумению, вот эти молодые ребята, которые с нами работают, это действительно сильнейшие специалисты по документальному кино в своем поколении. То есть, Гоша там, Молодцов, ну и так далее. То есть, и по отбору документальных фильмов для... Для Московского международного кинофестиваля. Да. И вот, по-моему, вот фильм был, помните, «Земля картелей», он, по-моему, первый приз получил, да? Да. А он, кажется, что-то и получил типа «Оскара» какого-то. Так, получил, да. Вот видите, как, то есть открыт его на ММКФ получается. А не только это, у нас был один год, не когда была «Земля картелей», а за год до этого, когда из пяти «Оскаровских» номинантов, четыре были из нашей программы. О как! Да. То есть, вы фактически дублируете этот сам «Оскар», отбираете. Ну, только немножко раньше. Да, ну, правильно, вот. Да, «Оскар» потом дублирует вас, да? Ну, можно и так считать. Ну, по крайней мере, вы одинаково работаете. Ну, это, конечно, невозможно угадать, это чистая случайность. Не, ну, почему? Ну, вы отбираете лучшие, а не отбирают лучшие. В принципе, работа-то и не такая же, как у вас. Вы отбираете то, что вот лучше. Да, но... Вот, и так получается, что вот на Московский кинофестиваль лучшие документальные фильмы таки попадают. Конечно. Вот про игровые ты это не скажешь. Многие хорошие игровые фильмы тоже. Да, да, попадают. Но все-таки как-то вот, как-то другие фестивали они предпочитают. А документальное кино вот на московском, на ММКФ представлено вот, ну, высшей категорией. Ну, мы стараемся. Да. Это хорошо, что вы стараетесь, да? Так вот, значит, мы тут с вами, пока не была включена камера, немножко говорили про производство документальных фильмов, и я узнал, что их у нас в стране производится очень много. Производилось очень много. Производилось. Производилось. До последних двух-трех лет. Весь мир нам заведовал, потому что у нас производилось около трех тысяч полноценных документальных картин. Естественно, мы включаем в это число и фильмы телевизионные, и даже какие-то фильмы заказные, да? А что значит заказные? А заказные, ну, которые финансируются, предположим, какой-то организацией, каким-то предприятием, каким-то ведомством и так далее. А то есть снимите фильм про наш вот завод, да? Например, ну, про завод ведь можно снять, условно говоря, рекламную визитную карточку, а можно снять... Ну, да, документальный фильм. Собственно, все документальное кино началось с такого заказного фильма «Нанук севера» Роберта Флаерти. Это была реклама пушной кампании на севере Канады, да? Вертовские картины, какой-нибудь там «Шагай Совет» или там «Одиннадцатый» это были заказные картины к юбилею Моссовета, ну и так далее. А его «Человек с киноаппаратом» это просто было чистое искусство, да? Ну, это уже было чистое искусство, да. А, кстати говоря, еще в советское время существовала студия, как это называлось-то она, не научно-популярного кино, а как-то так она называлась, но смысл был такой, что вот у него существовал целый такой разряд фильмов, которые снимались о... они секретные были, да? Снимались о каком-то изделии там, например, да? Таких студий было несколько. Несколько. Да, да. И совсем немало. Скажем так, что у каждого уважающего себя министерства... Была своя киностудия. Была своя киностудия. А также у целого ряда больших предприятий, и у целого ряда предприятий внутри предприятий тоже была своя студия. О, как! У некоторых учебных заведений были свои студии, иногда они назывались любительскими, но чаще всего они обслуживались профессионалами. Ну вот учебное кино, кстати, и вот это вот такое вот документирование всяких там испытаний и так далее, это все-таки специфическое кино. Безусловно. К документальному, наверное, не отнести такое. Почему? Это, конечно, часть документального кино. Ну это как лекции, запись лекций. Документальное кино... Понимаете, есть вопрос, как сделать, да? И кто лектор, и как свет поставить, и как камеру поставить, и как это смонтировать. Мы же видим... Документальное кино тем и интересно, что оно может притворяться кинохроникой, оно может притворяться какими-то простыми монтажными вещами, а потом из этой кинохроники, из этих простых монтажных стыков вдруг возникает какое-то совершенно авторское произведение искусства, вроде бы сильно-сильно переросшее свои исходные материалы. Ну так, в любой нон-фикшн, как это теперь принято называть, и в литературе также, и в документальном кино, которое и есть, это самое нон-фикшн. Только в кино, или в телевидении, или в том, что движется, еще поет и разговаривает. Вот. И, естественно, что это может быть журналистика, это может быть репортаж, но это может быть совершенно авторское, стильное, артхаузное или массовое произведение искусства кино. Так вот, значит, было несколько лет назад, у нас производство трех тысяч фильмов в год. Около трех тысяч фильмов производилось. То есть, фактически 10 фильмов в день, по крайней мере, в рабочем. Ну да, примерно так. Это вообще сумасшедший объем. Это в основном телевизионные производители? Естественно. Большая страна. Много каналов. Большие телевизионные каналы. Сколько у нас? У нас субъекты федерации, 89, да? И в каждом наверняка свое телевидение есть. Практически. Нет, телевидение, конечно, есть в каждом. Но во многих из них, еще со старых времен, советских времен, есть какие-то небольшие студии, коллективы, которые привыкли делать достаточно качественное документальное кино. Все эти местные школы советские, они, собственно, прославились еще с тех времен, когда телевидение у нас делало первые шаги. Харьковская какая-нибудь телевизионная студия с Самарием Зеликиным в главной роли, который потом переехал в Москву. У него уже нет несколько лет с нами. Но он такой признанный уже во всем мире классик телевизионной документалистики. Но таких студий, опять же, были десятки. А куда они? Правда, пропали. Потому что это было несколько лет назад, 3000 фильмов. А сейчас, ну, во-первых, большие центральные каналы существенно снизили объем производимого документального кино. А есть какие-то, кстати, соображения? Плохо смотрятся? Я думаю, что просто где-то перекормили. Да, потому что все-таки телевизионные документальные картины, они сделаны, как и большая часть телевизионной продукции, это формула, это конвейер, это колбаса. И если вы видели 25 фильмов про какие-нибудь события, отраженные 155 раз в этих документальных фильмах, то на 156 раз вам уже не так захочется все это смотреть. Ну, вот я помню, в старое время было тоже документальное кино на телевидении, показывали его поздно вечером, вот перед тем, как это вот, не забудьте выключить телевизор. В разные годы, в разные каналы. Нормально, мало кто смотрел, но если смотрел, то интересно было. Я как раз совсем недавно, просто надо было чинить свою базу данных, и просто посмотрел, какие-то данные у меня там есть и по рейтингам документальных фильмов, и вовсе там не было, что мало смотрел. Скажем, когда первый канал нынешний, тогда ОРТ, только начинал в начале 2000-х заниматься таким серьезным производством больших телевизионных документальных фильмов, у них там были доли по 35, по 30, то есть рейтинги по 10. Это значит, что картину смотрело за один прогон, там 5-6 миллионов человек. Поэтому они и начали развивать-то, да? Они очень много. Это же вам не художественный фильм. Они очень много произвели, просто очень много. Я думаю, там опять же речь идет о сотнях и тысячах картин за эти годы. У каждого из этих каналов. И у Пива, и у России, и у Культуры, и даже у ТВЦ. Но сейчас вот просто как-то этот поток иссякает. Да, и остаются картины, которые делают, ну, прежде всего, независимые наши продюсеры и режиссеры, получая деньги на конкурсах в Министерстве культуры, то есть государственные гранты. А это где-то 400-500 фильмов в год получаются. Тоже огромная цифра, на самом деле. Да, это каждый день правят два фильма. Это каждый день по одному фильму. Ну, например, полтора. Ну, там «Короткий метр», многие из этих картин там 20-минутные. А в прокат они выходят обычно? Понятно, что по телевизору нас всегда кормят, в общем-то, документалистикой тоже. Да, есть, но далеко не все картины, тем не менее, попадают и на телевизор, и уж точно далеко не все картины, профинансированные, в общем-то, с идеей, что они могут быть выпущены в кинотеатры, в эти самые кинотеатры попадают. Но, тем не менее, пусть в лимитированный прокат, пусть только в больших, скажем, университетских городах, но все-таки сейчас можно посмотреть в кинотеатрах в разы больше документальных фильмов, чем, скажем, 10 лет назад. Но вот вы сказали, до того, как мы включили камеры, что в Москве 58 залов, где... Да, где показывают регулярно или сравнительно часто документальные фильмы. И если, скажем, лет, опять же, 10 назад выпускали документальные картины на трех, на четырех, и, ну, раз на одной копии, да, сейчас уже это в порядке вещей, как говорят, 50, 60, 70. Тут надо по теменчатым городам, по крайней мере, будет вести. Нет, зачем? У вас просто много залов. Жизнь фильмов в кинотеатре, ныне, достаточно коротка. Несколько недель. Несколько, ну, максимум 3-4 недели, да. И поэтому вам приходится печатать довольно много копий. Очень трудно даже в документальном кино сделать так, что две недели этот фильм идет в Москве, а потом эта же копия идет в Нижнем Новгороде две недели, потом эта же копия, ну, и так далее, и так далее. Слушайте, а сейчас что? Те же самые копии вот на... На кинопленке уже давно ничего нет. В зависимости от того, есть то, что называется DCP. Это жесткий диск, на котором записан нержатый компьютерный файл, с которого и проецируется... И вот эта имеется в виду копия, это вот записанная DCP, да? Да, у этого есть ключ, который позволяет его активировать только в определенном кинотеатре. То есть нельзя... Каждый сенс учитывается, да, тем самым. У вас есть количество разрешенных показов, да. И, ну, все достаточно уже становится сложно, а дальше, я думаю, еще хитрее будет. А можно ли я вступлю и вопросик вам задам? Давайте. Смотрите, вот я сейчас понял из ваших слов, что проблема проката вот такого, ну, скажем, не очень популярного кино, как документальное кино или корритражное кино, да? Она стоит, да? Да. Вот смотрите, эти фильмы, как правило, в большинстве целей производятся на государственные деньги. Да. Почему эти... То есть мы всем народом Российской Федерации сбросились, и там кто-то там выделил в Министерство культуры, кто-то снял фильмы. Почему эти фильмы, почему они рассматривают вопрос показа, ну, каких-то на каких-то общедоступных ресурсах, там, YouTube, ВКонтакте? Почему это бесплатно не показывают гражданам России, потому что снято, в общем, на их деньги, эти фильмы? На самом деле именно это и происходит. Только происходит по достаточно сложной, тщательно выстроенной модели. Поскольку есть сайты у самого Министерства культуры, есть сайты у учебных заведений, которые тоже производят довольно много документальных фильмов студенческих. А это тоже частные интересные вещи с каким-то потенциалом. Но существует, пока, во всяком случае, существует на сегодняшний день так называемая система окон, когда вы сначала по традиции устраиваете премьеру картины, потом выпускаете эту самую картину в кинотеатр, а до этого еще ее старается отправить на один фестиваль, на другой фестиваль, на 10 фестивалей. Поскольку именно фестиваль сегодня становится чаще тем, что подменяет прокат. Реально по количеству зрителей фильмы могут собрать больше зрителей на кинофестивале, чем будучи просто выпущенные. Ну да, на кинофестивале там полный и почти полный зал. Совершенно верно. Да, поскольку в кинофестивале становится все больше и больше и больше, они опять же финансируются чаще всего из наших своих денег. Это опять же бюджетные деньги, которые все тоже Министерство культуры дает сегодня Московскому кинофестивалю, а завтра Саратовскому, Саратовским страданием, а послезавтра Пермскому. Этих фестивалей было документальному кино в России 10 лет назад около сотни. Сейчас, я думаю, сотен пять. Постоянно идет фестиваль? Реально, идет перманентно, идет несколько фестивалей. Это тенденция общемировая, но мы, по-моему, тут впереди планеты всей. То есть, это получается, в принципе, разновидность проката, фактически. Я думаю, что это так и есть. Вот вы абсолютно точно угадали. И мы это видим, скажем, мы с Сергеем Миршниченко работаем с фильмами на Московском кинофестивале. Мы это, безусловно, видим, потому что вроде бы, так сказать, фестиваль класса, а огромное количество приглашенных, знаменитых людей заслуженных документалистов и российских, и зарубежных, да, никаких проблем не было бы зал забить, да, вот бесплатными приглашениями. А нет. У нас половина билетов покупается просто зрителями. То есть, люди пришли, заплатили деньги в кассу, купили билетик. И у нас один из наших молодых коллег, вот занимается сейчас, перед началом показывает и видели, тем, что пересаживает людей с места на место, большие блоки людей, чтобы те, кто купил билет за деньги, не потеряли свои места, за которые они все-таки не так мало денег заплатили. Да, там хоть дорогие были. Ну, я вам скажу, если честно, я вашу немножко благостную картину немножко подмою. Вот, это уже вперед. Смотрите, по поводу кинофестиваля, их, конечно, огромное количество, но вот вообще не существует никакого четкого, внятного каталога или, не знаю, как каталога, правильно? Ну, каталог, конечно. В котором расписаны фестивали в интернете, это все хаотично, на некоторых сайтах, я этим занимаюсь регулярно, я снимаю перед камеражные фильмы, которые мало кто смотрит, я отправляю их на фестиваль. Отлично, вот вам моя визитная карточка, выходите в кадр. Да, да. Вот, позвоните мне, и я вам дам адреса тех самых ресурсов в интернете, на которых по хорошей системе, со всеми сроками, когда нужно сдавать, когда дедлайн на одном фестивале, когда дедлайн... Ну, вот я знаю один такой ресурс, да. Таких ресурсов десятки. Какие-то хорошие, какие-то не очень хорошие. Их через поисковики, например, нельзя найти. Это же ненормально. Почему? Но это проблема поисковика плохого. Или проблема... Проблема Министерства культуры. Нет, это очень боком проблема Министерства культуры. Это проблема очень часто самих ресурсов, то есть самих сайтов, которые не умеют себя сделать прозрачным для поисковика. То есть получается, что вроде сайт есть, а поисковики, а причем, а поисковики культуры. Нет, подождите, это народные деньги, которые вкладывают в фестиваль, в том числе его в продвижение, в раскрутку, правильно? Правильно. Фестиваль, чем больше людей посетило, чем больше режиссеров посетило, зрителей, тем лучше. Это должно быть как-то в поисковике продвижение какое-то... Я не знаю, какие механизмы... Плохо работают, да? Плохо работают. Это народные деньги растрачены. Ну, я не думаю, что они там совсем плохо растрачены. Но то, что это должно быть каким-то образом понятно, открыто и видимо, да? На самом деле есть целый ряд киношных таких ресурсов. Ну, например, сайт гильдии неигрового кино и телевидения России, где абсолютно четко выстроена система того, куда вы можете послать сегодня свой фильм и успеть на какие фестивали. А когда дедлайны... На гильдии кино не говорится. На гильдии... Там класса фестивалей, да, я не вспомнил. Почему? Какие класса? Фестивали класса в мире, извините, 18 штук. Да, да. Ну, еще там десяточек таких пониже. А там пара сотен. Разумные фестивали. Зачем вам за всеми фестивалями не угодишься? Маши зрители проверят. Хорошо, давайте. Увидите, что это... Пара сотен, это хорошо, это практически каждый день вы куда-то можете послать. Да. Они постоянно где-то идут. Вы знаете, что я этим постоянно занимаюсь? Я знаю. Я постоянно это ищу. Это очень сложно. Часто в фестивале ссылки не работают. В фестивале сайты уже продаются. Фестиваль, который существует в каталоге, где-то, да, в другую... Ты заходишь по ссылке, заходишь, а сам ресурс уже продается. То есть вот этот... Не IP, а как он называется? Адрес, интернет-адрес, он уже выставлен на продажу. Понятно, что уже какое-то время. Значит, этого фестиваля уже нет или у него... Да, да. А он существует в поисковых каталогах. Обновляет, гильдии обновляет. Да, ну, проверим. Достаточно. Там были проблемы, но сейчас они несколько лет уже как решены. Ну вот. Как что, хороший ресурс. Смотри. Другое дело, что там идет речь только о документальном фильме, естественно. Ну, я, конечно, да, я про игровые. Больше... Игровые? Тогда не ко мне, найдите врук, кто списал. Потому что я-то искал как раз игровые фильмы. Игровые – это большая проблема. Я имею в виду вот какой-то такой систематизированный каталог, да? Ну, его нету, естественно, потому что живой фестиваль – живой организм. Их все больше, больше, больше во всем мире. Это понятно, да, тенденция ясная. И она будет продолжаться какое-то время, во всяком случае. Но нет просто ни одного ресурса, который... Нет международной ассоциации фестивальной. Есть множество международных ассоциаций, но они группируют фестивали, ну, более-менее схожие. Что мне множество международных? Я не про них говорю. Мы делаем фестивали, у нас много фестивалей на бюджетные деньги. Я вот про них говорю. На фестивали не российские, не российские. То есть, если там Вася Петров заработал миллиард и делает фестиваль, и его нигде нет – это его дело, да? Он вложил свои деньги. А когда мы берем из бюджета, там где-то недоплачивают, а организуют фестиваль. Даже бюджетом регионального, допустим, татарский какой-то, да, там фестиваль, или башкирский. Почему нет какого-то, я думаю, что Министерство культуры должно этим заниматься, кто же еще, да? Ну, или какая-то подобная организация, да? Посмотрите, у нас несколько творческих союзов, у нас несколько структур таких государственного регулирования, типа того же Министерства культуры. Но на сайте Минкульта, насколько я знаю, есть какой-то фестивальный там, да, на сайте союза есть. – Есть. – Это все очень… – Ну, загибает, я могу отвечать. – Это живая вот проблема. – Сегодня так, завтра живая проблема. – Я последний год, вот я закончил посылать, я искал там, после того, когда он ходил, вот год я, да, прошел по всему кругу. И это очень сложно, кто-то не отвечает никогда, у кого-то есть сайт, существует, написано, вот 17-й год, но куда послать этот фильм, вообще непонятно. То есть оно как бы все красиво… – Оформлено? – Да, да. – Все это оформлено, все это красиво стоит, вот идет прием работ, но никуда не пошлешь. Хоть стой и кричи перед монитором товарищи, а адрес-то где адрес? То есть все это часто ощущение, что это некой такой фикции, знаете, когда деньги где-то выделены, они где-то ушли. Красивая страничка есть, если что… – Ну, вы знаете, тут еще покопаться надо, это тоже проблема. – Я согласен, я никого не обвиняю. – Там как-то вот иногда… – Борис Сергеевич, я говорю о том, что когда деньги государственные, это можно как-то структурировать, да, и выложить в общий доступ. – Видимо, экономили деньги и наняли плохого программиста. – Ну, это большая проблема всегда и во всем. – Который дешево взял. – Не только в фестивалях, мне кажется. – Он дешево взял и плохо сделал. – Ну, и дорого взять и плохо сделать. – Ну, это взял девушку, это честный человек, он мало взял и мало сделал. – А в отношении оптимизма, понимаете, в чем-то ситуация становится интереснее и выигрышнее. Стало легче нормальному человеку, зрителю, посмотреть качественное документальное кино. Действительно легче. Но это, опять же, если ты живешь в Москве, в Петербурге, Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде и так далее. А если ты живешь в Саратове, ну, в Саратове кинофестиваль хороший есть, а если ты живешь в каком-то Тамбове, да, сколько у нас народу вот там, ты никакого документального кино… – Какой там, Тамбов – это центр губернии? – Это губернии. – Это губернии город, у которого население 600 тысяч, да? – Да. – То ты уже никакого документального кино, скорее всего, в кинотеатре не посмотришь. И иначе как по телевизору или по интернету. А это все-таки совсем не то же самое. – Ну, информация доходит, тем не менее. В фестивале, и самое главное, все большее количество киноклубов, которые возникают вокруг документального кино, да, они вот эту проблему, не скажу, решили, не скажу, решают, но пытаются решать. И тех же самых киноклубов, которые часто показывают документальные фильмы, и эти документальные фильмы обсуждают, их тоже становится все больше, больше и больше. – Ну, так вот, значит, ну, телевидение охладело к документальным киноклубам. – Будем надеяться, что временно. – Ну, по крайней мере, охладело, наверное, по простой причине стало, рейтинг упал, меньше смотрит. – Думаю, что так. – Скорее всего, так. – У эфирного телевидения рейтинги так падают, да, всегда? – Тем более, что они вообще много, там, 3000 фильмов, ну, где что? – Да. – Наберешь, правда, у зрителей. – Слишком много, перекормили. А кто же сейчас это делает, снимает? Откуда? – Вот эти независимые финансы идут из Минкульта в основном. Второй источник финансирования, который становится все более популярным, да, это просто наш слабик, денежки из нашего кармана. То, что называется краудфандингом. – То есть пожертвование спонсоров. – Пожертвование. Чем идти покупать билет, вы этот билет покупаете за год. Да. И… – Кстати, за год. – Да. То есть вы просто финансируете еще не снятую картину, а потом, когда она готова, вы уже не покупаете билет, а просто идете ее смотреть. Поскольку вы уже за билет заплатили тогда. Да. Все. И уже несколько десятков картин, в том числе хороших, какие-то частично, какие-то полностью, были профинансированы именно таким образом. – А вот дайте посчитаем. Значит, вообще говоря, сколько зрителей обычно у документального фильма? – Ну, это на самом деле в кинотеатре? – Да. – Если мы говорим просто о кинотеатре, то очень немного. Рекордсменом является, опять же, фильм, который мы покупали. Это Сноутен, вот этот, «Citizen 4». У него, значит, было примерно около 200 тысяч зрителей. – Да, это рекордсмен. – Да. – А вот те, кто созданы на пожертвования, вы говорите, что вот они пожертвовали. – Ну, хорошо. – Билет купили, да? – Да. – Это же сколько надо билетов продать, чтобы фильм окупился? – 5-10 тысяч. – 5-10 тысяч – и он окупится, да? – Ну, билеты дорогие. – Ну, да, 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 по полтысячи, наверное. – Ну, даже если по 300 рублей, по 400 рублей, все равно не так, чтобы сильно дешево. – Пожалуйста, да. – Вот. А стоимость производства, тоже, кстати, интересный момент, в этом есть надежда, она все больше и больше падает. – Да? – Потому что технологии развиваются. И все действительно становится все дешевле. Хотя есть некие вещи константные, там ничего не меняется. – Ну, конечно. – Например, все-таки больше камера дешевеет, свет дешевеет, авиабилеты не дешевеют. – Да. – Достиницы не дешевеют. – Тоже не дешевеют. – Да. – Ну, логично. А вам, хотите вы того или не хотите, приходится. Очень мало фильмов, которые можно сделать в архиве монтажные, да. – Да. – А все-таки чаще всего люди ездят, где-то ищут своих героев. – И если, кстати, художественный, что интересует нашего режиссера, то там, опять же, аренда, скажем, на павильон, это тоже дешеветь не будет. – Ну, она достаточно дешевая уже сейчас. – Участен дешевая. – Все, что могло там подешеветь, мне кажется, за последние четыре года подешевела. – Дешевее. – Да. А дальше вряд ли уже будет дешеветь. – Ну, это в игровом кино. – Документальный… – Документальный, конечно. – Что за документальный? – В докудрамах снимают в огромном количестве. – А, а. – Что такое докудрама? – Докудрама – это гибрид игрового и документального кино, который был особо популярен на рубеже веков. Вот где-то там с 1997 года до 2005 года, да? И где вроде бы много актерских реконструкций, в основе своей вроде бы все документальное, но разыгрывают эту документалистику актеры. Но вроде как это не какие-то знаменитые актеры, а вроде как актеры совсем какой-то третьей, а то и четвертой руки. И они не такие дорогие, как вы понимаете. И, с другой стороны, зритель привык смотреть игровое кино. Вот мы ему покажем вот такое игровое кино. То есть с художественной точки зрения это был полный провал. А вот с точки зрения экономической действительно было много фильмов. Целый ряд вот этих таких богатых, прежде всего BBC-шных картин. Вот на исторические темы или там на околонаучные темы, на костюмы. Поскольку костюмы тоже можно взять сейчас дешево на прокат, да? После всех больше игровых картин. И, кстати, американцы делали тоже очень много реконструкций вот своей гражданской войны. Да, но тем не менее, вот как был лучшим фильмом «Гражданская война». Нет, я имею в виду документальный. Самая знаменитая, огромная там часть американского культурного наследия. Любой американец, вот картина там три, сериал 12-часовой. Каждый американец его там раз по три наверняка видел. Дети, они сочинения пишут в школах о фильмах. А как его уже был фильм? 78-го. И вот так называть его? «Гражданская война». Построенная на письмах, на фотографиях, на живописи, на голосах совершенно фантастических актеров, которые создают эту очень сложную такую симфонию, мозаику. Все подлинное, все документальное. Кинохроники, естественно, не было в это время. И, тем не менее, это, конечно, при этом, это, конечно, художественное произведение. Авторское вполне. Очень интересно. Понятно. И вот теперешний прокат вот так вот идет за счет краудфандинга. И краудфандинга тоже. Краудфандинг, да? Тут надо запомнить. Да. То есть финансирование толпой. Толпой. А, вот так. Краудфандинг. А, вот так. Ну, фондирование толпой. Ясно. И что сейчас получается хорошее из всех этих фильмов? Ну, довольно много. Это такая масса, которая интересует людей. Так людей же не просто так это интересует, значит, там и причины есть. Есть. Да. Тут дело... Какие темы, например, так вот вызывают? Ой, все что угодно. Вы знаете, вот тут просто я остерегся бы говорить, потому что вот разнообразие тем, разнообразие приемов может соперничать только с тем вот разнообразием стилей документального кино. Потому что вот от и до, от игрового кино практически, да, вот те же самые докудрамы, но есть масса других способов делать кино на границе, на рубеже между документальным и игровым. Появился новый жанр, модный очень. В фестивали появились специальные вокруг этого. Называется анимадок. То есть мультипликационные фильмы. Это вот на этом фестивале был один такой фильм. Да, совершенно верно. Ну, скажем, существует уже несколько фестивалей, где только такие фильмы показывают, да. В Лейпциге уже много лет, очень хорошие, еще в ГДРовские времена был замечательный фестиваль документального и мультипликационного кино. А теперь там дают одну из главных премий именно за мультипликационную анимированную документалистику. Ну, это вообще как-то немножко… То есть это, в принципе, получается… То, что вы не можете снять, вы можете нарисовать. Да. То есть у вас актера нет, да. То есть обмана нет тем самым, искусственности нет. А вы прекрасно понимаете, что это рисунок всего-навсего. Тем-то это напоминает, это вот как для лекции-то делают презентацию. Совершенно верно. Только она еще движущаяся. Конечно. Она движущаяся, и опять же, она может быть любой. И то, как она стилистически увязывается с остальными работами внутри этого фильма, да. с его изобразительным или звукозрительным рядом. С традиционным. Вот как увязывается с этим этот звукозрительный ряд анимационной части вашего фильма. Очень интересно. Да, да. Вот. А на другом полюсе абсолютно вот такие чисто хроникальные картины, которые стремятся к максимальной объективности, из которой автор старается самоустраниться, да, чтобы была вот правда и ничего кроме правды. Вот я поставил камеру на статью, нажал кнопку «Запись» и ушел. А значит, то, что она зафиксирует, это будет правда или нет? Гиперреализм. Да. Гиперреализм. Ну, можно сказать, что будет зависеть от того, куда вы объектив направили. А вот года два назад ты был как раз на фестивале фильм «Политик американский». Он, значит, разрешил как бы снимать свою вот предвыборную кампанию. Это замечательный фильм «Виннер». Виннер, да. Да. Я очень рассчитывал как раз на то, что он возьмет «Оскар» в этом году. Но он был первым в шорт-листе еще, но поскольку оказался супер актуален. Слишком острым. Он оказался в прямую слишком затрагивал интересы демократов. И было, как я догадываюсь, сделано все, чтобы эта картина в «Оскарский список» не попал. Не попал. Вот смотрите, вы говорили про новые технологии, которые удешевляют производство, да, и рождают… Упрощают. Да, упрощают производство и рождают новые способы доведения контента до зрителя, да. А я вот хотел спросить, вот оно же не только вот этими вещами занимается, да. Вот эти новые технологии позволяют сейчас огромному количеству авторов создавать свои фильмы. Правильно. Очень дешевые. Правильно. Их такое гигантское количество, вот в Ютубе, да, находится. Да. Что это рождает такой новый слой обучения кинематографу, да, производству. Спасибо. Очень разумное замечание. Так. Так. Потому что, действительно, сколько еще будет существовать вот эта старая система, при которой человек, получивший образование в киноинституте, там, в каком-нибудь Фемисе, там, в Париже или в Авгеке, в Москве. Так. За свою жизнь можно снять, там, 50 профессиональных документальных картин, которые попадут на кинофестивали, а потом в кинотеатры, а потом через два года их покажут по первому и второму национальному каналу. Сколько еще такая система может существовать, а мы этого не знаем. Уже сейчас понятно, что систем восприятия кинофильма стало как минимум три, да. То есть, есть, есть старая вот кинотеатральная, коллективная система, есть такая групповая система, когда народ смотрит на телеэкране. Не важно, откуда идет сигнал. И есть система, когда человек смотрит это индивидуально, опять, не важно, на чем, не важно, откуда идет сигнал. Так. Но то, что все больше и больше людей становятся кинолюбителями, да, что число этих кинолюбителей просто зашкаливает. Мы сейчас говорим о профессиональном уже сообществе документалистов, которое реально насчитывает миллионы людей. Люди, которые снимают, начинают снимать на телефон, но потом увлекаются, начинают читать книжки, начинают, кто-то идет учиться, если может, кто-то учится дистанционно, если не может. И в любом случае возникает аудитория, полупрофессиональная аудитория для других документальных картин, да. И это растет как снежный ком. Любительское такое документальное кино. У нас это только вот самые-самые первые шаги. А в мире-то это просто уже состоявшееся что-то. Действительно уже тысячи подобных фильмов выкладываются куда угодно. Ну, в YouTube прежде всего, да. Но на самом деле и этих платформ уже сотни. И фестивалей онлайновых уже сотни. И интерес к этим фестивалям растет точно также по экспоненте. И технологически сегодня там VR, то есть вот виртуальная реальность, да, это, в общем-то, эксперимент. Два года назад его показали там в первый раз, по большому счету, да. А сейчас это уже система, в которой работают тысячи людей по всему миру. И очень может оказаться. Вот мне Люси Войкер, помните, была у нас на фестивале такая замечательная картина «Свалка». Несколько лет, 8-10 назад. Я продолжаю оставаться там, общаюсь с ее автором. Она одна из самых интересных режиссеров современности в документальном кино. Она сейчас очень много занимается параллельно с традиционным двухмерным кино. Но она очень много стала заниматься этим VR, причем именно документалистикой. И там просто люди новый язык изобретают киношный, да. И он не сможет ее фильм быть показан на традиционных экранах, да. Значит, придется создавать еще одну параллельную индустрию. Другими словами, то, что это сейчас так бурлит, приведет к тому, что интерес публики, прежде всего, к документальному кино в новых формах, безусловно будет расти. То есть, просто не может не расти. Потому как слишком много возможностей для открытий. То есть, в основном, по количеству просмотров суммарному, да, получается, вот это вот любительское кино, которое через YouTube распространяется, да. Наверное, вот среди документального оно в основную массу и составляет. Естественно, потому что людям проще снять то, что реально есть, чем разыгрывать что-то. Не, ну, документальное кино снимается и для, так сказать, большого экрана, ну, профессиональные документалисты. Все, что угодно есть, я говорю, от и до. Ну, да. Просто вот эта часть, которая становится огромной. Так вот, YouTube, наверное, по времени просмотра, он, наверное, становится вообще доминирующей. Правильно, ну, для кого YouTube, для кого Vimeo, там и так далее. Ну, да, 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 вот это я имею в виду. Но и этих платформ, я говорю, уже очень много. И обратная сторона этой медали, да. Так, сейчас надо посадить на землю. С одной стороны, вы правильно говорите, да, их очень много авторов. С другой стороны, сегодня, вот чем было интересно раньше авторское кино, да. Мы смотрим человека, допустим, из Сибири, его изучает автор, показывает его уклад жизненный. Мы этого всего не видим, не понимаем, живя в Москве, да. И это интересно, по-своему раскручена история, там еще истории есть, да. Сегодня мы этот уклад видим в два клика мышки, да. Мы легко погружаемся в любой мир, потому что в Сибири снимают, в Москве снимают, в Саратове снимают, везде снимают. И вот этот уклад, он не становится таким для нас интересным, потому что он доступен. Он постоянно доступен. Очень много интересных людей, разных событий выложено, все это уже в Ютубе существует в разных видах. Это первый тезис. А второй тезис – публика. Вот современная публика, Борис Сергеевич знает, да, которая пользуется Ютубом, очень-очень она неустойчивая к восприятию. Грубоватая. 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 Ей надо быстро, быстро излагать. Она не грубоватая, она не оттесанная, она не образованная. Ну, пожалуйста, так. Это ничего. Суть в том, что она не готова слушать сегодня. Возможно. Завтра она будет больше готова слушать, чем сегодня, и она оттешится малость, как говорится. А, ну, есть другой риск, вот режиссер говорит. Не говорит, но думает, по крайней мере, да? Что она-то, не она оттешится, а вот как раз вот производители контента под нее подстроятся. А это всегда происходит. А что такое телевидение? То есть при этом встречном движении они больше путь пройдут, чем те. Они-то более обучаемые, они же творческие люди, они более обучаемые. Правильно. А те смотрят, у них меньше творческое начало. Все равно проявляется. У зрителей-то. Кто творится? Режиссер или зритель? Режиссер. Если, смотрите, телевизионные сериалы вот последних десяти лет, да, всякие там, ну, понятно, о чем мы говорим. Всякие фарго-безумцы, да, сумели в конечном счете собирать какие-то совершенно запредельные аудитории. По всему миру, выходя на супер-нишевых каналах, да, это говорит о том, что аудитория точно так же замечательно обучаема. Никакие безумцы не могут сравниться с нормальной кинотеатральной аудиторией какого-нибудь Годара. У того сотни тысяч людей, в лучшем случае, это самый раскрученный авторский режиссер, да, а у безумцев десятки, если не сотни миллионов зрителей. Так. А эстетика та же. То есть и то артхаус, и это артхаус, и то не мейнстримовое кино, и это не мейнстримовое кино. И то рассчитано на элиту, и это рассчитано на элиту. Только элита, которую сейчас смотрят, на самом деле уже давно не по телевизору, а все равно через какие-то онлайновые технологии. Эту элиту смотрят десятки миллионов человек, да, этот артхаус. А старые киношные артхаус смотрели, ну, в лучшем случае, сотни тысяч человек. Так что... Так что, да, действительно, получается, растут они. Тут есть надежда, она есть всегда в этом смысле. И процессы же всегда есть встречные, да. То есть, с одной стороны, вот растет база для качественного документального кино. Его ведь можно считать одной из разновидностей артхауса. Да? Со своими. Нет, 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 нет. С другой стороны, да, конечно, так сказать, качество среднее вот этой аудитории. Ну, вроде бы немножко снижается за счет, просто за счет того, что приходят все новые и новые, огромных количеств приходят новые зрители, которые вообще ничего не знают. То есть, среднее значение уменьшается? Уменьшается, совершенно верно. Ну, ничего, люди... Те-то, которые давно пришли, они, наоборот, увеличились? Правильно. А вот эти вот эффекты статистики, короче. Люди умеют обучаться. В любом случае, в абсолютных цифрах, количество подготовленной сильной аудитории... Стало больше. Да. Это хорошо. Так что это плюс. Это ответ на ваш абсолютно разумный вопрос. Ну, тогда, наверное, еще режиссер добавит то, что, а как продвигать вот этот вот свой контент? А, это же никто не знает. Это никто не знает. Потому что это та же самая толкотня у входа в бутылочку. Да. Что называется. Потому что теоретически возможна ситуация. В принципе, достаточно близко к ней находимся. Что завтра вы создаете некую совершенно гениальную работу. Ну, не знаю, такой. Дигавертов такой, да, в 23-м году. Самородок. Придумали что-то принципиальное. Новое. Сами не знаете, как придумали. Сделали такое кино, коротенькое, 15-минутное. Одним планом, я не знаю, с каким-то своим приятелем актером. А он и не актер, и просто ваш друг. Вот гениальное, прорывное кино. «Гражданин Кейн» такое, да? А поскольку делают нынче фильмы миллионы и выкладывают их в миллион мест, и вы выложили свое кино там в 20 мест. И те люди, от которых зависело бы это кино заметить, понять важность этого кино, а дальше раскрутить это кино и дать вам возможность дальше работать профессионально. А эти люди о нем так ничего и не узнали. Не заметили его. Да. И те там 50 человек, которые посмотрели ваше кино, ну просто не оценили своей неподготовленности, скажем так. Да. Вот так. И это уже очень печальная возможность. Но это уже давняя проблема. Она была всегда, это естественно. Нет, просто вот с интернетом, да? Просто про кино, видео это сейчас возникло. А вот про писателей, да? Раньше же писатель, вот он же писатель, да? Ну, его тоже надо было бы публиковать. Ну, его тоже надо было бы публиковать. Ну, писателей-то развелось. Ого! Все писатели? Ну, поскольку нынче с рынка сейчас самый главный человек, да, который этот рынок структурировал, то есть редактор. В кино это называется продюсер. В издательском деле это называется редактор. В газетном деле это опять называется редактор. А сейчас в издательском деле редактора нет, вот, соответственно, царит полный хаос. Ну, раз уж нет, прям, наверное, есть. Нет. Ну, в нескольких издательствах есть, конечно. Но в основной массе вы посмотрите, что выходит и в каком виде это выходит. Нет, ну, кто-то ведь определяет, чего печатать-то? Вот он и издатель. Вот он и издатель. А редактора уже нет. Вот так. Кто опирается наверняка на знание редактора? А ничего он уже не опирается. Он опирается на то, что у него денег ни на что нет. Ну, кто-то ему опирается. У меня сейчас жена, она крупный ученый, да, она сейчас создавала новое издание своего учебника. Так. Я просто вот вижу, что, ежели сам не сделаешь, то есть автор, если не сделает абсолютно все, вплоть до метром пожирования там, да, то и выйдет кривокосо. Потому что там дальше уже нет ни одного грамотного человека. А издатель есть, но его волнует, хватит ли у него денег купить бумагу. Все. То есть они, да, не только за качеством не следят, но еще и за контентом не следят. Печалька. Печаль, печаль. И это, опять же, это не только у нас, это вообще мировое. Угу. Приходят монтажные листы с фильмами, да, их же переводить, надо субтитры делать. Качество этих монтажных листов. Значит, человек не способен, сидя там в Париже, слушая французский фильм, расписать по-французски то, что эти люди говорят. Потому что продюсер вынужден нанимать для этой, в общем-то, технической работы. Не даму выпускницу Сарбоне, да, потому что она просит зарплату какую-то. А только что приехавшую в эту страну иммигрант, который этот французский знает через пень колодок, просто не понимает того, что слышит. Но зато он согласен работать. За маленькие деньги. За маленькие деньги. Ну, мне кажется, это какое-то упрощение. А у продюсера денег нет. А у продюсера денег нет, он очень выбракател. Погоди, он нашёл деньги на продвижение фильма, а вот на то, чтобы написать... Ну, это часть продвижения фильма. Правильно. Но это небольшая часть. Это очень большая часть. Написать диалоговые листы? Не написать, записать диалоговые листы. Записать диалоговые листы? Это не много. Посмотри, производство фильма, с продвижением фильма. Фигня? Я comprehension. Копеечная. Когда выясняется, что это там 2000 евро за часовую картину надо заплатить. Неужели так много стоит расписать? Да, стоят высокие налоги, высокие зарплаты. И все. Можно там товарищу, который... В качестве сел бы сам продюсер за 2 часа расписать. А у него времени нет. Продюсер мечется по питчингам. Продюсер мечется по всяким министерствам в надежде заполучить грант на следующую картину. Мне кажется, это все-таки преувеличение. Нет, я просто это вижу. То, что вы получаете, я понимаю. Я не спорю. Я к тому, что это часть той истории про подход, когда нет редактора. Это не только от того, что нет и мы хотим сэкономить. А дело в том, что часто происходит так, что к делу начинают относиться спустя рукава. Вы знаете, я вот подозреваю чего. Может быть, это просто первые опыты применения компьютера? Ведь компьютеры сейчас понимают слова-то, да? Нет, это не Вердана какая-нибудь. Это Картана или какая-нибудь там 4 сейчас этих систем. Значит, нет, это не расшифровки. Это человек расшифровывает. А вы чего не заставить компьютер расшифровывать? Ну, ой-ой-ой, это опять же есть у меня. Другой мой, вы поставьте у себя, прямо в Ютубе, поставьте. Там есть штука такая, автоматические субтитры. О, кошмар какой. Вы прочитаете, вы увидите, как это здорово. О, какой кошмар. Это просто вообще не ваша речь. Вот так, да? Да, это просто... Буквы там совпадают иногда. Ну, редко. Да, но слова вообще не те. Ну, подождите. Может, так они и сделали во Франции это? Нет, нет, нет. Там живые люди. Я, тем более, компания, которая прислала эти листы, я с ней дело имею там 25 лет, так что я не поленился. Позвонил, говорит, что это ты мне подсунула? Она говорит, да понимаешь, у нас тут вот совсем, говорит, реструктуризация. Я просто вот на выходных посмотрел фильм Гибсона «По соображениям совести», да, и вдруг мне пришла такая на ум мысль, что вот я про современный российский кинематограф, да, все, страдаю по этому поводу. И часто, вот я смотрю фильм, да, и он продуман до таких подробностей третьего плана, герой там заявлен, чего он делает, как он любит и как он не любит жить, да, то есть подробный режиссер должен быть таким перфекционистом, да, прям вот никаких послаблений себе никаких не должно быть. А у нас часто вот это вот спустя рукава, вот, ну, там он там на седьмом плане пройдет, ладно, кто там его увидит. Вот, может быть, в этом проблема. В том числе, безусловно, это тоже одна из, одна из таких вот ста причин, да. Я вот что хотел, вот вспомнил я, немножко, может, не в этом русле, я видел два фильма, оба британские, один BBC, это документальный чисто, а другой, ну, в принципе, на ту же самую тему, но он был сделан как художественный, да, художественный фильм по какой-то пьесе поставленный. Фильм назывался «Военная книга», да, это, значит, собирается группа граждан, которые имеют некое такое прошлое руководящее, да, и перед ними ставится, ну, некая модель, ситуация, да, политическая, им всем дали роль, там, ты премьер-министр, ты министр обороны, еще чего-то, да, вот, ну, и они вырабатывают, так сказать, играют в эту игру, вырабатывают некую тактику действий, да, вот, в частности, ну, тот фильм документальный, BBC, по-моему, как «Третья мировая», что ли, назывался, типа этого, да, помню? Я не слышал, да, не видел, но слышал. Вот, 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 ну, вот, ну, вот, интересный, в принципе, жанр, вот, и как-то я так подумал, вот сейчас причем подумал, не тогда, а вот у нас-то ведь такой жанр совершенно, вот, не задействован, хотя, наверное, было бы очень здорово, да? Вот я вам скажу, Борис Сергеевич, правильно, хорошее, у нас очень большая была тематическая, ну, бедность, по сравнению с тем, что делают в мире, так, ну, вот, последние, ну, месяцы, даже, может быть, год-два, у нас явно происходит сейчас смена поколений, или, по крайней мере, в документалистику, просто очень так серьезно входят совсем молодые ребята, профессиональные ребята, то есть, окончили в гики всякие и тому подобное заведение, и вот я вижу, что их начинают волновать темы, жанры, которые их, условно говоря, отцов, да, учителей не волновали, не волновали, то есть, по жанровому разнообразию того, что я сейчас смотрю, конечно, все это просто намного богаче, чем было несколько лет назад, вот, то есть, стали появляться такие неожиданные какие-то картины, темы стали появляться неожиданные, которые хороши сами по себе, уже, так сказать, там есть уже какие-то фишки, буквально, в условиях игры, вот, и это уже интересно, и второе, меньше стало вот этого снобизма, меньше стало, а вот я буду блестить чистоту жанра, в моем фильме не будет ни единого слова, все вот пускай, не важно, что скучно, не важно, что кадр, план стоит, во-первых, плохо построен, а во-вторых, стоит там 15 минут, и ничего там не происходит, но вот зато я, так сказать, передаю свое видение мира так, как только я его вижу, и никто больше. — Принял эстафету, передаю дальше, да? — Ну, совершенно верно. И этого становится меньше, то есть, ребята, которые сейчас заканчивают обучение, они все-таки действительно хотят, чтобы их фильмы смотрели, и они хотят коммуницировать со зрителями, а не вещать на весь мир о том, какой я умный и талантливый. — Я вот сейчас подумал, у нас ведь много людей есть, которые в прошлом были, ну, капитанами нашего общества, а сейчас уже вполне себе отставные пенсионеры, в разных, в общем-то, отраслях, и в политике, и в экономике, и в технике, да? Всякие бывшие главные конструкторы. — Да. — И с ними, в принципе говоря, вот что-то такое вот, ну, не про войну, про войну это уже, ну, есть два фильма. — Это делают, да. — Да, это делают. Что-то такое вот, что-то можно было бы разыграть, мне кажется. — Так есть же довольно много подобных картин, ну, начиная с «Подстрочника», он не первый, но, по крайней мере, самый нашумевший, да? — «Подстрочник»? А что это такое? — «Подстрочник» — это такой фильм Олега Дурмана, сделанный с нашей замечательной переводчицей, с мамой этого, как его зовут-то, нашего Лунгена. — Лунгена. — Да, и она просто вспоминает на протяжении 18 серий, снят Хьюсом, вспоминает всю свою жизнь. Значит, Дорман это, ну, чуть-чуть, так сказать, ну, естественно, он это смонтировал, разбавил фотографиями какими-то крошечными кусками кинохроники, и получилась история человеческой жизни, история человека во времени. Таких картин, вот этих больших интервью с людьми, которые прожили жизнь, которые имеют какие-то на эту жизнь взгляды и идеи. — Да, это вот, собственно, некая биография, да, человека? — Да. — Но там не столько важно, что о себе говорит Лунгена, она говорит не о себе, она говорит о времени и о том, как человеку жить в это время. — Было. И делает некие, пусть она их не формулирует, но делает некие выводы о том, а что такое мораль, а что такое предательство, а что такое храбрость гражданская и так далее. — Ну, вот тут вот, в чем я сказал, это вот как раз, нет, некая вымышленная ситуация, которая требует принятия каких-то решений. Ну, там про войну, про войну это уже надоело, всю эту войну раздувать, воевать с Западом или с Китаем. А что-то в области, я не знаю, экономики. О, пожалуйста, в науке, да? Вот, например, полет куда-нибудь на Марс или что-то еще, какие-то такие вот. Кстати, там можно и вставить разные моральные проблемы, там прервать связь с космонавтами, еще что-нибудь. — Хотите сейчас придумать идеи для кинезографистов? — Да, а что? — Ну, придумают они без вас. — А придумать без меня, да? — Ну, почему? Каждый из нас, мне кажется. — Да, Варис Сергеевич, это никак не обойдется процессом. — Да нет, ну, я для вас, например, придумаю. — Станет все кинопроизводство, Варис Сергеевич, мне же не предложил. — Ну, поболтать-то можно. — Ну, а что? Темой документального кино может быть все что угодно, да? Вопрос, кто делал и как сделал. То есть, безусловно, абсолютно возможный случай. Можно это все сделать? Все, давайте заканчиваем, потому что у меня это, к сожалению. — Закрываем лавочку, да, прощаемся. Вот, интересно поговорили. — Интересно. Спасибо вам. — Спасибо вам и публике нашу, спасибо за внимание. — Всего доброго. — Всех благ, удачи. — Да.